Итак, новость дня. Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах. Что вы думаете об этом? Есть ли, конечно, подтверждается новость? Ну, я думаю, этого все ждали, что они вот-вот покинут Нагорный Карабах. Но, с другой стороны, я полагаю, что, возможно, через какое-то время российским миротворцам придется туда вернуться. Вернуться на какой основе? Ну, примерно на такой же. На основе некоторых противоречий с Азербайджаном. Россией с Азербайджаном. Такое возможно. Через какое-то время. То есть, этого стоило ожидать? То, что происходит в эти дни? Ну, конечно. Мы давно и с вами говорили об этом. Я давал интервью другим армянским средствам массовой информации. Еще начиная с осени 2020 года. Как все будет происходить. Потому что было понятно, что руководство Армении, имеется в виду правительство Пашиняна, ведет последовательную линию на вытеснение России из Южного Кавказа, на постепенное вхождение Армении в Европейский Союз. С одной стороны. С другой стороны. На замену российских военнослужащих военнослужащими НАТО. Соответственно, как бы, нерешение, мягко говоря, проблемы Нагорного Карабаха, Арцаха, ну и так далее, так далее. Поэтому мы, как бы, ожидали, что закончится это действительно на каком-то этапе выводом не только российских миротворцев, а вообще всех вооруженных сил России и пограничников, и 102-й базы из Армении, территории Армении. Ну и, понятно, вслед за этим постепенное усиление присутствия на этой территории военнослужащих НАТО в разном статусе. В статусе миротворцев, в статусе представителей НАТО, в статусе представителей Организации Объединенных Наций. Это уже как получится. То есть сейчас в Армении находится военнослужащие НАТО? Откуда у вас такая информация? Ну, это из армянских СМИ, естественно. Но я же сказал, что в разном статусе. Есть официальное заявление в Армении, что... А зачем Армения будет давать официальное заявление? Сейчас военнослужащие НАТО находятся и представители западных спецслужб, и инструкторов, видят дипломатов и так далее. Ну, представители спецслужб могут находиться и России, и Запада. Кто их видит, кто их слышит? Ну, я свою точку зрения излагаю. Я считаю, что усиливается присутствие западных спецслужб в Армении. Соответственно, присутствие России уменьшается. Но эти тренды я вижу. Давайте вернемся к Нагорному Карабаху. Покидают, понятно, ладно, уходят из Нагорного Карабаха. А почему раньше срока? Ну, ситуация же изменилась. Одно дело соглашения и условия этого соглашения трехстороннего. А другое дело, практика реальная. Если население Нагорного Карабаха ушло из своей республики, то в чем заключается функция российских миротворцев сегодня? Я не оправдываю российских миротворцев. Я всегда говорил, что они должны находиться там как можно дольше, независимо даже от позиции Азербайджана и Армении, для того, чтобы свои интересы там блюсти на Южном Кавказе. Хотя бы под предлогом того, что на линии соприкосновения, или, скажем так, на территории, которая проблемная. Но, к сожалению, российские военнослужащие уходят из Нагорного Карабаха. К сожалению. А как недавнее заявление МИД России, что ведутся переговоры между Москвой и Баку о продлении срока миротворцев в Нагорном Карабахе? Что-то произошло, видимо, да? Ну, может быть, даже и ничего не произошло. Переговоры могут вестись вечно. Опять же, каков предмет этих самых переговоров? Ну, с некоторых пор, вообще, представителям российского МИДа в отношении их заявлений по Южному Кавказу, ну, я бы не доверял особо. Выходит, полностью, частично нет информации. Вы располагаете чем-то? Ну, смотрите. Южный Кавказ и линия соприкосновения Азербайджана и Армении это одна из самых темных зон на постсоветском пространстве, когда все играют в свои игры. И все делают официальные заявления. С моей точки зрения, цена этим заявлением не очень-то высока. Потому что все стороны неискренни. И азербайджанская сторона неискренна. И руководство Армении неискренна. И руководство Российской Федерации неискренна в своих заявлениях именно по этой территории. Поэтому есть фактическая сторона дела, а есть формальная сторона дела. Мы же помним историю, да? 20 лет велись переговоры между Азербайджаном и Арменией по поводу статуса Нагорного Карабаха. Все говорили прекрасные слова. Но думали каждый по-своему. И сейчас это продолжается. И поэтому, ну что говорит наш МИД? Он всегда говорит очень корректно, что идут переговоры, Россия держит руку на пульсе, мы внимательно наблюдаем, или мы там озабочены чем-то и так далее. Но это расходит совершенно с теми шагами, которые Россия предпринимает в отношении этого региона. Что оно будет делать завтра, никому не известно. Я думаю, что сам МИД не знает, что он будет делать завтра. Есть мнение, Владимир Анатольевич, что вывод миротворцев из Нагорного Карабаха требование Анкары, а не Баку. Вы помните заявление Эрдогана в свое время? Да, вполне возможно, конечно, но естественно, но мы понимаем прекрасно, что за многими требованиями или предложениями Баку стоят требования Анкары. За многими требованиями Анкары стоят требования Лондона. Поэтому это многослойная игра. В одном случае это инициатива Алиева, в другом случае это русские, турецкие всякие игры. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас Россия начинает активизироваться в плане переговоров с Украиной. В качестве последника выдвигается вновь в Стамбул. Да, Эрдоган уже озвучил некоторые условия, ну, скажем так, потенциальных переговорщиков в отношении того, о чем должны разговаривать Киев и Москва. Естественно, это для России приоритет. И в этом смысле, возможно, вот вы спросили, что случилось. Ну, случилось именно то, что Россия показывает Анкаре, что мы готовы к переговорам, ну, не только Анкаре, и вообще Западу. И видите, мы даже миротворцев убираем по вашей просьбе из Нагорного Карабаха. Вот. Поэтому все очень взаимосвязано. Да. Заявление Госдумы очень интересовало меня, да. Миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе можно считать полностью выполненной, да. Трудно поверить, что в эту миссию входит и этническая чистка Нагорного Карабаха. Да нет, миссия состояла, конечно же, не в чистке. Но вы совершенно правы, когда улыбаетесь в том смысле, что, конечно, Россия не выполнила той миссии, да, которую она заявляла в 2020 году, потому что, по сути дела, Российская Федерация слила свои собственные интересы и интересы жителей Карабаха в своей миротворческой миссии. То есть она не выполнила эту миссию. Россия, имеется в виду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин